Порода московская сторожевая Порода московская сторожевая Внешний вид московской сторожевой схож с инвернаром Голова крупная и тяжелая Прикус ножницеобразный Большие круглые формы глаза Уши треугольные формы, висячие Московская сторожевая имеет атлетическое телосложение Лапы крепкие и мускулистые Хвост напоминает форму сабли Рост кобелей начинается от 68 см, а весят они от 55 кг Рост сук от 66 см, вес от 45 кг Шерстяной покров у московской сторожевой обильный, с хорошим, густым подшерстком На конечностях и морде шерсть короче чем на теле Окрас шерсти пятнистый Основной цвет является белым, на нем присутствуют рыжие и сабалиные пятна На глазах и морде черная маска очки Порода московская сторожевая Требует к себе максимум внимания и достойный уход Особо в уходе нуждается шерсть Ее необходимо расчесывать несколько раз в неделю Во время линьки шерсть вычесывают ежедневно, утром и вечером Купать питомца достаточно 4 раза в год Также следует регулярно проверять глаза и уши питомца, так как эти органы подвержены заболеваниям Для удаления зубного налета чистят зубы Кормят московскую сторожевую обычно сухим сбалансированным кормом для крупных пород собак На натуральный продукт у московских сторожевых возможна аллергия При натуральном питании рацион должен состоять из 60% мяса и 40% каш и овощей Можно давать питомцу субпродукты, творог, кефир, морскую рыбу Из круп желательно давать риск и гречку Порода московская сторожевая обладает покладистым характером Она верна владельцу и всем членам семьи Собака способна стать отличным охранником большой территории К детям и домашним питомцам относятся дружелюбно К посторонним людям агрессии без причин не проявляет, но может напугать любого своим грозным видом Квартирные условия для сторожевой московской собаки не подойдут Ей необходим просторный двор Не следует питомца держать в вольере Гулять с московской сторожевой необходимо ежедневно два раза в день по полтора-два часа Благодаря густому подшерстку порода хорошо переносит русские морозы Московская сторожевая очень сообразительная и способна быстро освоить команды Стоит заметить, что ей требуется грамотный заводчик Увидев слабинку человека, московский великан почувствует себя лидером Минус всех сторожевых в том, что они слишком самостоятельны в принятии решений Эту породу нежелательно заводить пожилым людям Или тем, у кого нет времени для ухода и воспитания За непростой собакой московская сторожевая Спасибо за внимание Продолжение следует...